В 2011 году Российская футбольная премьер-лига празднует юбилей, 10 лет с момента создания ее. Вы знаете, в 2001 году она была создана по инициативе ряда клубов. Прошла достаточно сложный этап становления своего. Семимильными шагами или мелкими мы продолжаем развиваться, двигаемся в правильном направлении. Постепенно растет и сам уровень чемпионата, кто бы что ни говорил, о чем даже свидетельствует чемпионат этого года, такой затяжной и длительный. Кроме того, растет и финансовая составляющая. Безусловно, впереди очень большие цели и большие задачи ставим перед собой. Особенно в плане, если в плане, так сказать, отстраивания механизма проведения соревнований, то более-менее все становится четко и происходит синхронизация с европейскими чемпионатами. И, в общем-то, так сказать, сам процесс проведения чемпионата России, он уже отлаженный механизм. Хорошее взаимодействие с Российским футбольным союзом, судейским корпусом, инспекторским. Введен институт делегатов, которые, по сути дела, отвечают, или единственное лицо, которое отвечает за проведение организации матчей. Вот, в общем-то, это те направления, которые нам удалось достичь. Что хотелось бы? Хотелось бы более, так сказать, повысить не то что доходность, а привлечение и финансовые, так сказать, поступления в Премьер-лигу, то есть заработок самой Премьер-лиги. Мы хотим, чтобы клубы наши были независимы от бюджетных, они у нас еще есть, эти клубы. Рано или поздно клубы постепенно отойдут от этого. Вы знаете, страна, если как только вступит в ВТО, безусловно, бюджетное финансирование у нас прекратится однозначно. Поэтому то, что клубы должны переходить на рельсы частного или, так сказать, какой-то другой формы, это обязательно должно произойти. И задача Премьер-лиги действительно состоит в том, чтобы помочь клубам, поступая единым пулом, мы должны более качественно реализовывать и телевизионный наш продукт, и спонсорские наши пакеты, чтобы клубы, которые в той или иной степени зависят, или будем говорить малобюджетные, то есть сам бюджет клуба, не в зависимости от бюджета государства, а бюджет клуба, то, так сказать, поступлений от Премьер-лиги были значительно больше. Российская Премьер-лига организовала ряд мероприятий, связанных с проведением десятилетия Премьер-лиги. Эти мероприятия проходят по всем городам, где находятся клубы Премьер-лиги. И также мы постараемся охватить и более широкий круг российских городов, чтобы пропаганда, достижение нашего футбола, в общем-то, это все происходило на всей территории России. В рамках празднования, или отмечения, так сказать, этого праздника, мы спланировали ряд мероприятий. Первый старт был положен в Самаре, вы знаете, там проведен замечательный матч с юными футболистами, куча было мальчишек, все было достаточно ярко, красочно. Дальше, следующий этап, есть, существует план, специальная группа создана, которая отслеживает этот сценарий проведения всех мероприятий. Следующий этап у нас будет происходить в этом, в ближайшем туре, который пройдет в Краснодаре, в замечательном регионе, Краснодарском крае. Вы знаете, что в Премьер-лиге существует два клуба, это Кубани-Краснодар, которые, в общем-то, мы подвели празднование в Краснодарском крае именно к дерби между двумя клубами. Краснодарский край взят не случайно, там очень хорошие детские школы построены, спортивные, футбольные. Очень много краевая администрация уделяет развитию футбола, руководители клубов и Краснодара и Кубани огромное влияние уделяют юношескому футболу, своим командам. Очень многое делается для этого, и новые площадки открываются, и стадионы запланированы, построены. Поэтому то, что следующий этап запланирован в Краснодаре, это не случайно. Я еще раз подвожу к тому, что еще мы подвязались и под дерби между двумя клубами. Когда принималось решение о том, как отмечать этот праздник, одним из принципиальных моментов был тот, что, конечно, все города, в которых есть клуб Премьер-лиги, будут существовать. И потом Сергей Геннадьевич поставил перед нами задачу, что там, где школа, где развивается футбол, тоже обязательно провести праздник Премьер-лиги. И мы очень рады, что как только мы озвучили вот эту тему, моментально клубы откликнулись. Очень много всевозможных креативных всяких предложений. И мы стоим на позиции на то, что мы никого не стараемся сузить в какие-то рамки. Мы, наоборот, представляем возможность каждому региону, с учетом своих особенностей, болельщиков и своей истории, предлагать нам то, что они считают необходимым. Ну и в то же время мы тоже хотели бы в этом во всем поучаствовать. И в Самаре действительно на удивление, ну не на удивление, мы ожидали что-то подобного. Действительно было потрясающе такое футбольное штуку, когда 100 мальчишек с одной стороны, 100 мальчишек с другой стороны, на самой большой площади Европы размечено поле, футбольные ворота. Сначала один мяч, потом поняли, что маловато, три мяча. Но все равно это настолько интересно, необычно. И мы понимаем, насколько многогранен футбол. Потом опять же, вы понимаете, так здорово, когда 70-летние мужчины потом вышли открывать площадку, там открывали два футбольных поля, мини-футбольных поля, вышли 70-летние старцы и в пас так здорово. Играли с администрацией, в одной из команд играл. Очень интересно, очень прилично, забивали голы, был ажиотаж. И ты понимаешь, насколько футбол многогранен, насколько он велик. И очень здорово, что мы привлекли людей к этому празднику, и что они вместе с нами в эти замечательные дни. И еще хотел бы одну вещь отметить, что политику, которую мы проводим, мы стараемся, все-таки те люди, которые не могут заниматься футболом, ну, в связи физиологических особенностей, там, у девочек чуть-чуть ограничены. Мы стараемся, чтобы все эти люди были рядом с нами, там, кто-то был журналистом, менеджером. И вот как раз и в Краснодаре это будет, и это было в Самаре, привлекались все желающие, там были. И конкурсы рисунков, там, и какие-то заметки печатались, и фотографии, и вот это все бурление. Это настоящая футбольная жизнь. Это действительно спорт номер один, к которому все неравнодушны. В каких городах еще планируется проводить подобные акции, и в каком городе будет последняя подобная акция, посвященная десятилетию, это как бы финал получится? Вот на это вопрос. О городах сейчас Сергей Алексеевич скажет, а о финале я, финальную часть, пожалуйста. При составлении графика проведения праздничных мероприятий, естественно, мы учитывали календарь, какие игры, потому что хотелось найти интересные игры. И вот ближайший, после Краснодара, 26 июня, это следующий тур в 16-м туре, будет в Перми. В Перми празднуется 100-летие пермского футбола, тоже очень большой праздник. Он начал отмечаться с 5 июня в городе, и закончится как раз матчем, когда Амкар будет встречаться с ЦСКА. Дальше, 23 июля в Грозном, Терек, Рубин, 24 июля в Махачкале, Анжи, Зенит. И так, в принципе, все клубы, вплоть до 28 октября. 28 октября будет завершающий. Здесь также нужно еще помнить о том, что очень важной датой будет 28 августа, потому что протокол номер один о создании российской футбольной премьер-лиги в 2001 году был подписан именно 27 августа. И вот так получилось, на самом деле никто не подгадывал, просто так прошла жеребьевка, что 28 августа в Москве играет Спартак ЦСКА. Поэтому тоже будет очень большой праздник. ЦСКА, правда, в итоге обделили, потому что не досталось домашнего матча армейцам. Ну, на самом деле у нас, я не скажу, что есть какие-то обделенные, все клубы равны в премьер-лиге, все с радостью участвуют в этих праздничных мероприятиях. Ну, наверное, финал будет у нас в Москве, наших праздничных мероприятий. Я имею в виду не в регионах, что мы проводим, а, так сказать, финальный вечер. Мы планируем его провести в сентябре, еще будут дальше продолжаться кое-какие мероприятия в регионах. В сентябре мы планируем провести небольшой такой вечер, пригласить туда всех тех замечательных людей, которые участвовали в формировании, в становлении, в учреждении премьер-лиги. Это и Виталий Леонич Мутко, это и Евгений Ленорович Гейнер, это Валерий Николаевич Филатов, это и Владимир Владимирович Алешин, те люди, которые стояли у истоков создания премьер-лиги. Будет небольшой концерт, мы с удовольствием пригласим всех наших партнеров информационных, так скажем. Поэтому дату мы заранее объявим, я думаю, за месяц. Просто сейчас идут согласования. Второе, конечно, таким финальным аккордом мы планировали провести матч звезд, но пока это нам не удается, поэтому посмотрим. Я этой мысли не оставил, идеи с руководителями клубов мы на эту тему разговаривали. То есть это матч легионеров, которые участвуют у нас, играют в нашем чемпионате под руководством иностранного тренера. И матч наших игроков, также участвующих в нашем чемпионате под руководством отечественного тренера. Мы не оставили эту затею. Очень сложно с календарем, вы знаете, в связи с тем, что это переходный турнир сейчас идет. И знаете о том, что у нас даже сейчас матчи идут очень плотно, плотно туры, поэтому мы не оставляем эту затею, возможно, ее проведем. Ну а нет, рассмотрим дерби какой-то между ведущими нашими клубами. Продолжение следует...